Заболел император Месяцы, проходили годы, а он как лежал парализованный, так и лежит. Сколько государств он покорил, какие народы поставил на колени. Завоевав полмира, он оказался бессильным перед болезнью. Однажды от беспомощности он пришел в ярость всем лекарям, которые не смогли меня вылечить, «Отрубите головы и сложите их на городской стене!» И вскоре километры стен побелели от иссушенных черепов ученых мужей. Однажды император позвал своего главного визиря. «Визирь, где твои лекари?» «О, мой повелитель, их больше нет! Вы же сами приказали казнить их!» «Так им и надо! Неужели не осталось ни одного?» «Да, не осталось ни одного достойного вашего взора врача во всем государстве!» «Ты сказал, что не осталось лекаря достойного моего взора! Объясни, что это значит!» «Мой повелитель, в нашем государстве остался один-единственный лекарь. Он живет тут, неподалеку». «Он умеет лечить?» «Да, умеет. Я был у него, но он такой невоспитанный, некультурный, он такой грубиян. А недавно он сказал, что знает секрет лечения самого императора!» «Тогда почему ты мне не сказал?» «Но если я его приведу, вы, мой повелитель, казните меня за его поведение!» «Обещаю, что не сделаю этого! Приведи его сюда!» Через некоторое время визирь привел лекаря. «Говорят, ты умеешь лечить?» «В ответ молчание!» «Почему молчишь?» «Отвечай!» – приказал император. «Мой повелитель, я запретил им открывать рот!» – сказал визирь. «Говори, разрешаю!» «Что, неужели твоих способностей хватит, чтобы меня вылечить?» «Ты можешь усомниться в моих способностях по управлению государством, потому что ты император. Но почему ты своим государственным умом лезешь в медицину? Как ты можешь разбираться там?» За все время правления императора никто ни разу не осмелился хоть в чем-то ему перечить и тем более разговаривать с ним таким дерзким тоном. «Стража!» – яростно заревел император. «Отрубите ему голову!» «Нет! Сначала посадите его на кол, потом облейте кипящим маслом, а потом разрубите его на мелкие кусочки!» Стража схватила лекаря и приготовилась его казнить. А он, глядя на императора, с издевкой сказал, «Эй, я твоя последняя надежда! Ты можешь меня убить, но кроме меня не осталось никого, кто смог бы тебя вылечить, а я могу сегодня же поставить тебя на ноги!» Император сразу остыл. «Отпустите его!» Лекаря отпустили. «Начинай лечить! Ты сказал, что сегодня же поставишь меня на ноги! Но сначала ты должен принять три моих условия. Только после этого я приступлю к лечению! Подавив очередной приступ ярости в себе, сжав от злости зубы, император процедил, «Говори, прикажи, чтобы перед воротами дворца поставили самого быстрого в твоем государстве скакуна и небольшой мешочек золота». «Зачем?» «Это подарок. Я очень люблю коней. Если ты меня вылечишь, я подарю тебе табун из сорока лошадей, нагруженных мешками с золотом. А это потом, потом, следом отправишь. Второе мое условие – чтобы во время лечения никого не осталось во дворце. А это еще зачем? Во время лечения тебе может быть больно. Ты будешь кричать, чтобы никто не видел тебя слабым. Хорошо. Что еще? Третье – чтобы твои слуги под страхом смерти не приходили на зов и только через час приступили к исполнению твоих приказаний. Объясни. Они могут помешать мне, и лечение не будет доведено до конца». Император принял условия лекаря и велел всем уйти из дворца. Они остались вдвоем. «Начинай», – сказал император. «Что начинать, старый ты осел? Кто тебе сказал, что я умею лечить? Ты попался в мою ловушку. У меня есть час времени. Я так давно ждал подходящего момента, чтобы наказать тебя, кровосос ты поганый!» Побелел повелитель от негодования и беспомощности. Понимая, в какой ситуации оказался, кричать было бесполезно. Даже если бы слуги его и услышали, они не пришли бы на помощь, ведь он под страхом смерти запретил им выполнять свои приказания. Собрав все свои силы, он начал поворачивать голову, чтобы оглядеться и найти способ, как противостоять такому изощренному коварству. «Ох ты, дохлая скотина! Ты еще шевелишься?» – сказал лекарь и пнул его ногой. Император получил удар и почувствовал боль. И тут он заметил рядом со своим ложем оружейную стойку. Сейчас он схватит свой кинжал и полоснет им по ногам под лица. Дивижимый единственным желанием наказать обидчика, он начал тянуться к стойке. «Ты, оказывается, еще можешь двигаться, гнилое бревно!» – презрительно заметил лекарь. «Как давно я хотел плюнуть на твою императорскую рожу!» И лекарь от всей души смачно плюнул императору в лицо. Никогда еще император не испытывал такого неслыханного унижения. Он заревел, как раненый зверь, соскрежетал зубами. Титаническим усилием он сдвинулся с места, сполз с ложа и, упираясь локтями в пол, извиваясь, стал подтягиваться к оружейной стойке. «Зарублю!» – рычал император. «Сам лично разрежу на мелкие кусочки!» Схватившись руками за стойку, он смог подняться на ватных ногах. Дрожащими руками вытащил меч, и, когда повернулся назад, никого во дворце не было. Он еле доплелся до крыльца. Ах, как он пожалел, что попался в ловушку этого подлеца и отдал ему самого быстроногого скакуна! Поняв, что через час самозванца уже никто не догонит, с трудом подошел к первому попавшему за коню, попытался подняться в седло, но силы не те, силы не те! Он с зубами схватился за гриву, подтянулся на слабых руках и сел в седло. И тут в нем проснулся дух великого воина, проснулся дух великого повелителя, проснулся дух великого полководца. «Где он?» – закричал император, стоящему у ворот городской стены стражнику. Тот, боясь произнести хоть слово, кивком головы указал на дорогу, по которой ускакал беглец. Император пустился в погоню. С каждой минутой он чувствовал, как сил становится больше и больше, и вдруг вспомнил. «Боже, двадцать лет я не сидел в седле! Двадцать лет не видел перед собой гривы коня! Двадцать лет не держал в руках меча! Двадцать лет не ощущал на лице порывов ветра!» Вдруг он услышал за спиной давно забытые звуки, топот копыт и восторженные крики приближались. Сотни его полководцев скакали вслед за ним на лошадях, обнажив мечи и крича «Да здравствует император!» Когда они доскакали до него, то увидели, что тот валяется в дорожной пыли, дрыгая руками и ногами, еле дыша от безудержного хохота. «Ах ты, лекарь! Ах ты, хитрец! Заслужил ты свой караван золота!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова